Давайте о нашумевшем выселении, что на самом деле произошло и что у нас есть сегодня. Первое, что я хочу сказать, это, конечно, огромное спасибо всем тем, кто не побоялся, пришел и поддержал нас. Ребят, огромное спасибо, потому что я знаю, что сегодня сколько стоит моральных и физических сил не побояться властей Латвии и прийти противостоять беззаконию. Люди напуганы, людей запугали так, вплоть до того, что если ты что-то не так скажешь, тебя посадят в тюрьму. И никто не хочет рисковать. И поэтому такое маленькое количество людей, маленькое количество, ничто, в принципе, да, это ни о чем, было на выселении. И даже судебный исполнитель, который выселял, когда я ему сказала, вас показывали по всему миру, вы были в прямом эфире, он посмеялся и сказал, сколько людей меня там видят, вы видели, сколько там человек было на прямом эфире? Давайте, ребят, покажем, сколько человек узнает эту историю. Это наш шанс, наш шанс. Почему наш? Потому что мы уже квартиру потеряли, а вы еще нет. И глупо верить, что не потеряете. Это будет только в одном случае, когда поменяются законы. Это будет только в одном случае, когда на законодательном уровне им запретят так действовать. Когда будут наказаны юридически эти лица, которые совершают беспредел. Самые настоящие преступления. Так вот, на сегодняшний день у нас есть материал, который может это остановить. И это можем сделать только мы с вами. Потому что хочу еще раз обратить внимание, что я человек, который верит только результатам, только фактам и результатам. Остальное для меня все бла-бла-бла, это вообще ни о чем. Посмотрите, вы многие верите партиям, которые говорят о том, что они будут вас защищать. И делают вид, что они вас защищают. Ни одна из тех партий, которые могли бы сказать свое слово, могли бы это остановить, не пришли. Более того, я не буду называть, кто конкретно. Было, кто пытался помочь, но в итоге я услышала, что мы вам можем только посочувствовать. Единственная партия, к которой представитель, кто был, это Таутас Варус Пекс. Таутас Варус Пекс, это не реклама. Ребят, я далека от политики, я туда точно не пойду. Я не буду пачкаться, я не хочу, это не мое. У меня есть дети, и я быстрее займусь благотворительно, с какими-то делами такими, что буду развивать по-другому этот мир, но в политику не пойду, поэтому это не реклама. Но вы смотрите всегда на результаты, это факт. Человек не побоялся, против человека фабрикуют сейчас дела. Я говорю о Валентине Еремееве, против него сейчас там фабрикуют дела. То есть естественно, что он не угодно государству. Но почему я верю ему? Потому что я вижу, как он действует, и так действовал мой отец. Он говорил все то же самое. Да, один, говорят, в поле не воин, воин. Но против этой системы, эту систему может победить только народ. Те депутаты, которые сегодня говорят о том, что они будут вас защищать, они просто делают. Это называется имитация бурной деятельности. Они делают вид, потому что если они решат ваши проблемы, они будут больше не нужны. Посмотрите, сколько в Латвии решали вопрос о негражданах. Он до сих пор не решен. Но зато люди верят. Смотрите, они же старались. Вопрос о языке. В итоге у нас уже не только люди не получили гражданство, у нас уже собираются отнимать гражданство. Люди смотрите на факты. Вот реально трезво смотрите на факты. Верьте только результатам. Боролись за русский язык. Итог? Люди на улице, конечно, говорят, но его в стране уже нет. Ну, вы понимаете, на каком уровне, да? Ни образования нет уже на родном языке. То есть какая дискриминация идет. Вот. А боролись и до сих пор борются. И есть те, кто боролся в Европарламенте, и эти люди там находятся, да? А просто если бы они решили эту проблему, может, они там бы уже не были бы. А так им гарантированы зарплаты. Но это их дело. Я сейчас не буду никого не обвинять. Это просто немножко таких вот фактов. Так вот, что мы имеем на сегодняшний момент? Мы имеем с вами колоссальный материал. 30 лет мы боролись за эту квартиру, скажем так, да? Противостояли этому беспределу. Но когда все-таки случилось, я долго не верила, что это может произойти. И сейчас, когда я, конечно, осознаю, что произошло, конечно, мне больно, потому что эта квартира – это мое детство, это часть моей жизни. Конечно, я понимаю, что выйдя на балкон, я не посмотрю на эту рощу, которая прекрасная, да? Но также я понимаю, что, ну, значит, пришло время другой жизни. Но почему это произошло? Проанализировав, я поняла. Потому что 30 лет все было как болото одно, да? И когда за последние вот уже 6, там, получается, 7 лет я уже судилась после смерти папы, я судилась уже с Рижской думой и понимала, что если бы мы сейчас мирно решили этот вопрос, все-таки бы остались бы, да? То ничего бы в стране не поменялось бы. То есть нужна такая жертва была, нужно было потерять эту квартиру, создать вот этот материал для того, чтобы иметь хотя бы шанс поменять это. Я не буду сейчас говорить громких заявлений о том, что мы поменяем эту систему, я не знаю. Все в наших руках. Это здесь, как мы уже с вами сработаем. Но шанс у нас появился, хоть и такой ценой, да. И я знаю, почему это случилось, потому что на самом деле, как я уже, наверное, говорила, уже не помню, вначале люди обычно, кого выселяют, они уже морально раздавлены. Но это не наш случай. Я к этому была готова давно, и как раз перед выселением сказала маме, чтобы она не расстраивалась, мамуль, не переживай, пусть они выселят. Единственное, что, конечно, когда мне призывали, иди, отдай им ключи, все, оставьте в покое, есть, спокойно выживите, сказала нет. Я доведу это дело до конца, и как минимум соберу компромат на то, как они действуют. И его сегодня столько, вы видите, там уголовная статья, она уголовная. Как действовал судебный исполнитель, как нарушались наши процессуальные, вернее, процессуальные действия, как нарушались наши права. Как вели себя полицейские, которые должны были защищать, которые по закону во время выселения защищают людей, выселяемых. Но они были верные псы судебного исполнителя. И это не оскорбление. Ребята, это было так. Даже когда я у девушки, которая стояла рядом с судебным исполнителем, спросила, кто вы? Он сказал, что это моя помощница. Она не могла, Анна, я вам не обязана. Нет, она сказала, я вам ничего не скажу. Это моя помощница? Я говорю, это ваша собачка? Он сказал, да. То есть, когда полицейские сегодня защищали не тех людей, а действовали против всех, кого должны были защищать, и это всё зафиксировано на видео, как они позволяли измываться, то есть людей выселяют, а они ещё ехидничали, начали продавать уже мебель, мне же, продавать мебель во время выселения. Вот, так что я хочу сказать, компромата много. Морально я себя очень хорошо чувствую. С мамой, слава богу, тоже всё хорошо, кроме того, что, конечно, она пострадала физически, потому что она после операции и в этих потасовках вы видели, что там было, когда полицейские накинулись на мою сестру и на маму, просто их там придавили, а сестре ударили вообще в лицо, что у неё пошла кровь. Вот, но это уже как бы честь этого полицейского. Вот, так что мы морально, и что я хочу сказать, это наше с вами дело. Судебный, он в каком-то из интервью раньше сказал, ну, понятно, что после выселения люди жалуются, пишут, там на нас жалобы, это нормально, они имеют право высказать своё мнение. Они как бы, ну, естественно, что расстроены, и это нормально. И он понимает, что всё уляжется, и опять всё встанет на свои места. Но это не тот случай. И перед нашим выселением я говорила судебному исполнцу, не надо, это не тот случай. Мне не страшно, я не побоюсь. Мне наоборот, у меня такой характер, он, наверное, достался мне от моего отца, что чем больше несправедливости, тем больше мне хочется её восстановить. И не ради того, чтобы кого-то наказать, а потому что в действительности должно быть так, то он должно быть так. Так вот, что я хочу сказать, ребята, нам нужно объединяться. Здесь мы можем помочь, только сами себе. Что для этого нужно сделать? Распространяйте информацию. У кого есть какие ресурсы, давайте, кто знает какие-то. Понятно, что работает адвокат, но всё равно, да, информация, где, что. То есть мы должны участвовать в этом вместе. Следите, смотрите, потому что сейчас прошло ещё только два дня. Дальше, какие действия будут дальше, я буду потихонечку, потихонечку здесь освещать. Вот. Поэтому научитесь верить только результатам. Что я ещё хочу сказать, что те, кто говорят, надо разобраться в этом деле, кто на самом деле прав или виноват, нет, вы посмотрите это видео. Так поступать полицейские не могут. Есть вообще мораль, есть вообще человеческие факторы. Помимо того, что судебный исполнитель не может так действовать, зверски так разговаривать, полицейские не могут так действовать. И ни в одной стране мира людей не выселяют на улицу без предоставления другого жилья, тем более несовершеннолетних детей. Т. Т. Продолжение следует...